Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Пашкевич Анна. Если у вас плохо всходят семена, неравномерные всходы, плохо развиваются растения, в частности рассада, то можно самостоятельно приготовить раствор микроэлементов. Для этого понадобятся следующие компоненты. Хилатное железо, кобальт, цинк, марганец, бор и медь. А сейчас я расскажу о каждом микроэлементе отдельно. Железо. Его потребуется 5 грамм. Железо – самый употребляемый микроэлемент растениями. Он входит в состав хлорофила, крайне важен для фотосинтеза. По этой причине это первый элемент, который мы будем использовать. Марганец. Его также потребуется 5 грамм. Марганец отвечает за углеводный и витаминный синтез, за фотосинтез. И он регулирует поступление всех других микроэлементов растения. Цинк. Его также потребуется 5 грамм. Цинк отвечает за засухоустойчивость, за жароустойчивость. Поэтому данный элемент крайне необходим нашей рассаде. Медь. Ее необходимо 3 грамма. Она участвует в углеводном обмене, в процессах фотосинтеза. И также медь повышает устойчивость наших растений к различным рода заболеваниям, как бактериальным, так и грибным. Бор. Его также потребуется 3 грамма. Из микроэлементов это единственный не металл. Бор крайне важен для общего роста и развития нашей рассады. Поэтому его обязательно добавляем в смесь. Малибден. Его потребуется 2 грамма. Он участвует в растительных процессах, в частности в формировании корневой системы. И последний кроэлемент, который мы будем использовать, это кобальт. Кобальт способствует растяжению клеточной стенки, обеспечивая поступательный рост и развитие нашей рассады. Сначала необходимо приготовить маточный или концентрированный раствор. Для этого все указанные 7 микроэлементов необходимо предварительно развести в 15-20 миллилитрах воды. 5 грамм железа и 15 миллилитров воды. 5 грамм цинка и 15 миллилитров воды. 5 грамм марганца и 15 миллилитров воды. Для ускорения растворения кристаллов меди можно использовать теплую воду. После того, как все микроэлементы растворены, их необходимо соединить в одной общей емкости. Например, взять емкость объемом 1 литр. После этого необходимо наш маточный или концентрированный раствор довести до 1 литра общим объемом. И раствор микроэлементов готов к использованию. Также необязательным, но желательным компонентом в растворе микроэлементов является какое-либо гумат, содержащее соединение. В моем случае это гумат калия. Его необходимо добавить незначительно, буквально 5-10 миллилитров на готовый литр рабочего раствора. Данным раствором микроэлементов можно пользоваться при замачивании семян, при поливе рассады, при пикировании рассады. Также им можно периодически подкармливать наше взрослое растение как в открытом, так и закрытом грунте. Если мы замачиваем семена, то делаем это максимально в течение 6 часов. После того, как мы извлекли семена из раствора микроэлементов, их промывать не стоит. Для того, чтобы рассада получила качественный раствор микроэлементов, ее предварительно необходимо пролить обычной водой и затем дополнительно пролить раствором микроэлементов. Если мы будем поливать рассаду микроэлементами, то дозировка будет определяться ее возрастом. Например, 3-5 недельная рассада должна проливаться 1 чайной ложкой раствора микроэлементов под каждое растение. 6-8 недельная рассада должна подкармливаться раствором микроэлементов из расчета 2 чайные ложки под каждое растение. Приготовленный раствор микроэлементов лучше хранить в прохладных условиях в холодильнике и можно пользоваться на протяжении всего вегетационного периода. Уверена, что приготовив данный раствор микроэлементов, вы добьетесь не только дружной и равномерной всхожести семян, но также хорошего роста и развития вашей рассады и в последующем ваших растений. Оставайтесь на канале Процветок, ставьте лайки, не забывайте подписываться. Всего вам хорошего!